И всем привет, с вами Росиксон, и сегодня я расскажу, как я сэкономил 200 долларов, и вы также сможете сэкономить, и я думаю, что даже больше. Почему я использую биржу Мэкс и многое другое. У меня есть аккаунты на многих биржах, более чем 10, я их периодически использую, но у меня есть 2-3 основных биржи, и одна из них это Мэкс. У биржи есть один значительный плюс, из-за которого я выбираю именно эту биржу, и конечно же это самые низкие комиссии на рынке. На экране вы видите сравнение комиссии топ бирж, чуть позже приведу примеры, чтобы вы поняли на практике, как это влияет. 0,02% комиссионных для тейкеров на фьючерсах, 0% для спот и фьючерсных мейкеров. Комиссия тейкера на фьючерсах снижена с 0,03% до 0,02% и так мало, согласитесь, они еще и снижены. Каждый из нас думает, что он мало торгует, потому что торги растягиваются во времени, особенно если вы инвестор, как и я. Но даже я наторговал миллион долларов на не основной бирже за год, и то учитывая, что я на ней да практически не торговал. А вы можете наторговать гораздо больше, и самое главное, у вас торговые объемы будут увеличиваться, и поэтому комиссия очень важна на долгосроке. Возьмем тот же миллион долларов. На Мэкс вы заплатите 0% комиссии, а на Хуобе 0,2%, то есть мы экономим около 2000 долларов. А на Бинансе и Битгете 0,1%, то есть мы 1000 долларов экономим. На фичерсных же рынках комиссия будет 0,02%, есть скидки, если вы используете внутренний токен MX Token, и скидки, если вы зарегистрируетесь по моей ссылке, которая будет в описании, а также мне будет бонус и благодарность от вас, спасибо. Так, в пример, миллион долларов торговых объемов за год на Мэкс вы заплатите 200 долларов без учета внутреннего токена и так далее, а на Бинансе за это 400 долларов, то есть опять же мы тут экономим. А на Битгете вообще мы бы потратили 600 долларов. Ну, я думаю, смысл понятен, то что если мы будем торговать на бирже Мэкс, то в долгосроке мы будем экономить. И при том довольно существенно, особенно если вы трейдер, дейтрейдер, ну, который торгует каждый день, каждый час, у которых много сделок, то там комиссия может забирать и пополовину прибыли, и это очень важно. Я лично просто набираю монеты в свой долгосрочный портфель. Кстати, в комментариях можете написать, какие у вас монеты. У меня сейчас эфир, я накапливаю потихоньку, ну, и там еще другие. Мина тоже есть. Кстати, среднестатистический трейдер делает оборот в месяц около миллиона долларов, а мы считаем за год, то есть за год 12 миллионов долларов, а на Споте на Мэкс мы платим комсу 0, а на Бинансе мы бы за это заплатили 12 тысяч долларов, на Хобби 24 тысяч долларов, на Фьючерсах 2400 долларов мы бы заплатили на Мэксе, а на Байбете 7200. То есть, ну, вы сами видите разницу, а мы же торгуем не год, не два, кто-то вообще хочет взять свою жизнь с криптой. Я, например, в крипте с 20-го года, мне все нравится, уже фикционился в недвижку, в общем-то. Примерно так, пока все мы поняли. Да, низкие комиссии это огромный плюс, но это еще не все. На Мэксе есть и МД, и лунчпады, и кикстартеры, и глеммы, и различные конкурсы. В общем-то, ссылки будут в описании на телеграм-канал Биржи Мэкс, вы там можете участвовать в разных торговых активностях, в творческих конкурсах, иногда я даже участвую. Потому что действительно можно выиграть ценный приз, да и поучаствовать, там, конкурсы рисунков из того, что я помню, были. В общем, подписывайтесь, в чате также сможете задать вопросы у админов. Я когда задавал, мне проясняли вопросы по конкурсам, я выигрывал даже, наверное, в двух-трех, и все приходило. Так, что еще я хотел сказать? Примерно так, регистрируйтесь по ссылке в описании. Ну, и еще плюсы Биржи Мэкс, наверное, я расскажу о них уже в следующем видео, чтобы не затягивать. Самое главное, огромное количество монет, ликвидность, достаточно низкие комиссии, и дополнительные МД, лунчпады. У меня, например, знакомый прямо очень много торгует, ну как, по сравнению со мной, у него там бывает за день по миллион-два долларов торговых объемов. В МДах он участвует, там тоже что-то получает. В общем, примерно так, в комментариях можете написать конструктивную критику или какие-то вопросы. Все ссылки будут в описании.